Несколько дней назад мне позвонили неизвестные и предложили участвовать в проекте возрождения Советского Союза. Ни много ни мало. Давай возродим Советский Союз, Георгий Алексеевич. Бросай ты вечер. Это не актуально, это устарело. А вот Советский Союз это здорово, это круто, это бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, это мощные профсоюзы, это почти бесплатные путевки на места отдыха. Ну что я, послушал этих ребят, подумал и задал вопрос. А какой Советский Союз? О каком Советском Союзе речь идет? Что за Советский Союз? Какой должен быть Советский Союз? Ну это же такое растяжимое понятие Советский Союз. Либо Сталинский Советский Союз, либо Хрущевский Советский Союз, либо Советский Союз Брежневского образца. Какой? Ведь социализм, который мы знаем, он ведь не был социализма вообще. Это был госкапитализм, ведь был нарушен первый основной принцип социализма. Каждому по его труду. Вот сколько ты заработал, столько ты и получил. Вот при Сталине было так. Вот каждый человек, он работает, сколько он заработал, столько и получил. Заработал ты миллион, ты миллион получишь, и никто эти деньги не отнимет. Так и было. Вот Стаханов работал при Сталине в шахте, в заморе за десятерых. Он и получал за десятерых. Многие колхозники работали на таком уровне мощном, что покупали во время войны танки и самолеты. И дарили лучшим танкистам, лучшим пилотам. Ну вот сейчас может заработать крестьянин самолет? Нет, конечно, никак. В то время это было нормально. То есть получается так, что социалисты были разные. Так вот, за сталинский социализм. Я так и сказал, говорю, ребята, за сталинский я готов поднять руку и с вами быть. Только речь это бросать никак нельзя, потому что главное, это ведь главный институт управления. И главный контроль над властными структурами, вот, он со стороны Веча идет. И самоуправление со стороны Веча в стране. А социализм это совершенно другое. Вот сталинский социализм, это социализм настоящий. То есть контроль над начальством. Тут можно просто, как сталин делал, он контролировал сам. То есть его институт, НКВД контролировало. Смотрели, как, если разворовывается, значит, завод, то тут же собирали всех, кто этим делом занимается, и отправляли в ГУЛАГ. ГУЛАГ это было место исправления, где воры исправлялись, где казнокрады наказывались. То есть все это было при Сталине. Это было нормально, это было хорошо. Там в ГУЛАГе отсиживали свой срок. И коррупционеры такие злостные, вот, начиная с министров и кончая более мелкими. Вот за такой-то социализм я, конечно, за сталинский, я бы пошел куда-то. То есть, ну, конечно, не бросив свое дело. Но за хрущевский социализм ни в коем случае. И за Брежневский, потому что, по сути, не было социализма ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Это был госкапитализм. Это мощная структура госкапитализма, которая была напрямую связана с кланом, как сейчас выясняется, с кланом Ротшильдов. С европейским кланом Ротшильдов. Что было там? Значит, Сталин. У Сталина, как мы знаем, был железный занавес. Но для чего был этот железный занавес сделан? Для того, чтобы ресурсы страны, одна шестая суши, Советский Союз, чтобы эти ресурсы не утекали, не утекали за границу. То есть, не попадали туда, где их могут легко перепродать, в три дороги. Ну, Сталин что хотел? Он, конечно, понимал, что война, тяжелая война. Сначала была война мировая, Первая мировая, потом Гражданская война, потом Мировая Вторая война. То есть, такие у нас проблемы были в стране, что разруха одна, разруха вторая, разруха третья. И надо было вот после третьей разрухи восстановить тысячу разрушенных городов и сел. Все это восстановили, и железный занавес был закрыт, и торговали тогда только оружием в третьи страны, которые тоже начинали строить социализм. То есть, вот оружие они еще покупали у нас, а все остальное нам просто было нечем торговать. Ну, правда, вынуждены были бы мы торговать, чтобы покупать станки зерном. Но это была вынужденная такая торговля. Вот, без станков нам просто ничего не светило. Если бы мы не продавали зерно, мы бы не купили бы станки, не было бы у нас заводов. То есть, это Сталину пришлось все это перенести. Но потом, когда мы все это закупили, когда заводы стали работать, какая была идея у Сталина? То есть, создать в стране мощную индустрию и продавать продуктами, вот продукции вот этой промышленности. Продавать машины, продавать станки, продавать самолеты, продавать корабли, продавать различные приборы бытовой техники. То есть, все вот эти идеи были у Сталина, у Берия эти идеи были, у Маленкова такие же идеи были, у Микояна. Тогда они все вот этим жили. Но, прежде всего, это два великих человека. Это, конечно, Иосиф Виссарионович и Лаврентий Берий. Вот эти ребята, они понимали, что ресурсы перебрасывать через границу нашу нефть, наш лес, наш уголь коксующийся, очень дешевый, кстати, намного дешевле, чем где-либо, вот, ни в коем случае нельзя. Руды наши, то есть, почему? Потому что, если это все будет уходить из страны, одна шестая суша, это огромная здесь территория, то получится, что благодаря нашим ресурсам капитализм будет жить и жить и жить, и никогда он не кончится. То есть, этот процесс можно продлить. То есть, продавая ресурсы, мы что, увеличиваем срок жизни паразитарной системы библейского проекта. Поэтому, железный занавес, железный занавес, он был правильно построен, и наши ресурсы при Сталине никуда не утекали. Вот. Есть был такой анекдот при Хрущеве, когда якобы Хрущев спросил мертвого Ленина, вызвал его из рая и спрашивает, что делать мне, значит, Владимир Ильич, вот, все разваливается в стране. Он говорит, слушай, ты дурак лысый, ты построй такой забор вокруг страны, чтобы через него ничего не переваливалось. Вот как у тебя сейчас все уходит. А сам от народа своего сбеги в кукурузу и засыпь лысину себе, чтобы тебя не нашли облигациями. Он тогда взял займ у народа и не вернул. Сталин-то возвращал займы, а Хрущев эти займы ограбил собственный народ. То есть, вот это как раз в этом анекдоте. Но вот самое главное, построй забор такой, чтобы через него ничего не перевалилось. Это была истина. Вот анекдот говорит истину. Почему? Когда умирает Сталин, то мы попадаем в эпоху госкапитализма. Что? Уже вот этот принцип социалистический был уничтожен сразу. То есть, принцип какой? Каждому по его труду. То есть, вот человек получает деньги за свой труд. Сколько он смог, сколько он сделал, сколько он и получил. И была введена уравниловка. То есть, везде, по всем заводам, на стройках, на всех наших предприятиях, в шахтах, в системе образовательной, культурной, везде были что введены, что ставки. Ставка, 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 ставка. Инженер получал 120 рублей. Шахтер, который, как бы он ни работал, он 300 рублей получал и всё, и больше он не мог ничего получить. На заводе получали даже меньше, чем шахтеры. То есть, получилось так, что дали пайку, чтобы люди с голода не сдохли. Вот, естественно, желания трудиться, желания трудиться у людей никакого не было. Люди шли как на каторгу. Он пришёл за пайку, отработал, получил свои злы дни, пошёл домой. Его-то не знают, как от зарплаты до зарплаты вот на эти деньги как-то прожить. Вот так мы жили при Хрущёве, так мы жили и при Брежневе. Возникает вопрос, а почему так? Почему вот основной принцип социализма нашего Советского Союза, ведь что такое Советский Союз? Это союз советских социалистических республик. Никаких-то, как других. Ни марсианских, ни с луны свалившихся. А вот именно социалистических, земных республик. Именно социалистических, не капиталистических, а вот так. Так вот, сейчас те, кто ратует за Советский Союз, они почему-то забыли про эту уравниловку, которая фактически уничтожила наше сельское хозяйство, уничтожила и промышленность. В сельском хозяйстве что было при Сталине? МТС были, масса небольших колхозов. Буквально 20-30 человек это был уже колхоз. МТС пахал для всех вот этих вот колхозников, их не пахал земли и работал на земле частный. То есть у каждого колхозника еще частное свое личное хозяйство, подсобное, обрабатывалось МТСом за бесплатно, за государственные деньги. То есть сам колхозник, ему не нужно было держать коня, иметь трактор, все для него делал МТС, он просто занимался чисто своей работой. Он занимался работой на земле. И поэтому огромные урожаи, сразу начались хорошие, большие урожаи, и Сталину не нужно было поднимать так называемую целину, угробить нашу степь. Вот как уничтожили же целинные залежные земли, были просто уничтожены. Подняли зять, подняли целину, суховеи все раздули, не было там никаких лесозащитных полос, ничего этого не было. И потом пошли дожди по всей Сибири из чистого гумуса. Чернота шла. Вот как будто, как дегтем было полито все, вешают белье, да, вот, белое, а после дождя, если брызнул дождь, черные полосы, потому что все это летело, и уничтожены были почвы. Нельзя было вообще пахать отвальным плугом, но это было сделано. То есть, получается, что при госкапитализме началось разрушение народного хозяйства страны. Вот за такой социализм как раз сейчас и ратует эта команда, которая меня приглашает. Про Сталина ни слова не говорят. При Сталине было что сделано? Нищее государство. Готовилось к войне государство. Государство не знало, где копеечку взять, но находило средства лесозащитные полосы садить. По всей Украине лесозащитные полосы. Где были сведены леса, заново леса посажены. Тысячи, сотни тысяч квадратных километров были превращены в нормальные ландшафты. Восстановлены были ручьи, восстановлены мелкие реки. Крым. Я вот недавно был в Крыму. Был потрясен, когда я узнал, что крымское население боготворит Иосиф Офисарионович. Я говорю, а вы что, забыли, как он репрессии проводил здесь? Они говорят, какие репрессии, Георгий? Какие репрессии? Мы понимаем, что Сталин там кого-то ставил к стенке, но ведь это было за дело. Они же хотели отдать этот Крым под еврейское государство. Евреи не хотят в Биробиджане, они же хотят в Крыму. Вот так. То есть Сталин сохранил Крым для всей России. Не только для избранного народа, как они хотят, а вот для всей России. Я говорю, ну хорошо, ладно. А что еще он такого сделал? Как? Он ведь в Крыму климат восстановил. Я говорю, вы что несете? Какой климат? Да ты что, не знаешь? И давай мне рассказывать. Оказывается, татары, татары крымские, к 19 веку свели все леса по всем горам Крыма. Лесов уже не было. Они там их вырубали хищнически. Турки вырубали, везли к себе. Они вырубали, татары вырубали, тоже продавали в Турцию. И даже в Россию ценные породы деревьев, да, южных. Там такие, как самшит, такие, как клен, такие, как бук, такие, как дуб. Так вот, для чего татары так старались? Чтобы очистить эти горы для пастбищ, для овец. И кончилось тем, что началась засуха. Тысячи мелких ручьев, мелких рек, родников просто исчезло. И сейчас в Крыму проблема воды. До сих пор проблема воды. Но возрождение идет. Благодаря кому? Благодаря Сталину. Оказывается, наэш дошел. Ведь Иосиф Виссарионович копеечки. И эти деньги были вложены. Сделали по всем горам террасы. Вот куда бы ты ни поехал по Крыму, везде в горах террасы. Искусственные террасы сделаны и засажены лесом. Там ступень, 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 ступень по всем горам. Я был потрясен, когда это увидел. Это же страшная работа. И ведь государство нашло средства. Вот что значит старинский социалист, который сохранял ландшафты, сохранял свой народ, делал все возможное для благосостояния граждан. Вот это, да, это социализм. Но что нам предлагают? Нам сейчас предлагают вот этот хрущевский и брежневский социализм. Что это? Во-первых, это никакой не социализм. Я уже говорил. Это госкапитализм. Все ресурсы, все ресурсы принадлежат государству. А государство их распродает. Безжалостно распродает. При Сталине железные замыслы. Ах, как плохо! А здесь, здесь все было открыто в течение десятилетий. И знаете, кто покупал? Вот недавно сейчас выясняется, что это было в строжайшей тайне. Многие даже про это не знают. Покупал клан Ротшильдов. Не в те страны нам говорят. Мы кормили там Латинскую Америку. Мы кормили всю Африку. Мы помогали африканцам. Мы помогали индейцам американским, южноамериканским. Все это так. Но мы помогали им через посредника, через клан Ротшильдов. То есть Ротшильды скупали у нас огромное количество леса, огромное количество руды, гигантское количество угля. Они скупали у нас все, что можно было скупить. Ну, например, мы угробили в то время Аральское море. Ведь почему угробили? Сплошные стали делать запруды, чтобы вокруг Амудари и Сырдари раскрутить поля и выращивать хлопок на продажу. Куда столько хлопка? Оказывается, Ротшильды скупали у нас хлопок в невероятном количестве. Там такие хлопковые пирамиды, как вот в Египте, вот складывались там на юге. Вода не поступала в Аральское море, в конце концов море погибло. Но этот хлопок куда шел? Оказывается, в Америку шел. Американцам продавали в Южную Америку, в Северную Америку, в США. Из нашего хлопка делали самые лучшие джинсы в мире в то время именно в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Через посредничество клана Ротшильдов. И вот сейчас, что получается? Ротшильды, они остались верны себе. Им, конечно, что они потеряли Советский Союз. Они потеряли возможность у нас приобретать дармовое сырье. Вы понимаете, что получилось? В погоне за этими копейками мы наращивали планы, мы наращивали объемы производства, то есть уничтожение своих же собственных ландшафтов. Вы видите, за какие-то 30 лет, за 30 лет мы уничтожили все леса Сибири. У нас сейчас нет лесов в Сибири, нормальных лесов, чтобы можно было этот лес использовать куда-то. Вот поражает просто Финляндия. Финляндия удивляет. Финны до сих пор торгуют своим лесом и бумагой и продают всей Европе. Там правильно налажено хозяйство. Дерево созрело, дерево взяли, спилили, тут же посадили на это место другое дерево. И вот выборочно, вот таким вот образом, зрелые деревья убирают, лес сохраняется полностью, подрастают новые, выбираются новые. И вот так идет и идет процесс бесконечности. У нас валочные машины были придуманы при Хрущеве. Запустили валочные машины. Машина берет лесину, спиливает. И не так, чтобы сложить, вот как это сделано, никто не складывал. Просто вот так, эта рука этой машины идет на погрузку с бревном. И вот какие деревья тут стоят, тонкие, все ломает. Одно дерево берет десяток мертвых. Одно дерево берет десяток мертвых. Ведь что творили тогда? Придумали молевой сплав. Сбрасывали в реки миллионы кубов древесины. Дерево плыло по рекам, по нашим равнинным рекам в Западной Сибири, по горным рекам Красноярского края, по той же берюсе, по той же ангаре, там знаменитая ангарская сосна. Но дело там в чем? Что если горная река, она еще как-то несет древесину, хотя древесина намыкает, и часть ее все равно тонет, получается деревянное дно, то тихая река, западно-сибирская, она не способна на большой скорости нести лес. Лес намыкает, и получалось, 90% древесины уходило на дно рек. Только одна десятая достигала нижней пристани, где забиралась и грузилась сначала на машины, а потом на поезда, и уходила к потребителю. Так вот, эта древесина, потому что побывала в воде, она ценилась как дрова. Мы просто, вот, копейки нам платили за эту древесину, хотя ее потом сушили, специально пилили, и продавали как надо. Это делали как раз Ротшильды, вкладывая небольшие деньги вот в переработку нашей древесины. Вот этот социализм как раз вот моего и хлебнули. Сталинский мало кто помнит. А вот этот социализм мы хорошо помним, особенно мое поколение знает. Мы были поражены, когда смотрели, что творится, когда идешь по лесу, а леса-то нет. Когда летишь над нашими просторами сибирскими, когда все вырублено, ведь вырубалось не просто там, там, там дерево, как в Финляндии, а вырубалось, вот, представляете, вот как косой, вот как косой косит этот самый, вот, косарь, да? И вот все подчистую. И летишь на самолете часами, и смотришь, там какое-то деревце уцелело, там и то это березка маленькая, а так черная, черная равнина. Пустыня настоящая! И кто эту пустыню потом обустраивал? Кто в ней садил деревья? Ведь случайные залетевшие туда семена, потом начали давать всходы, и потом постепенно тайга сибирская стала подниматься. Уже после перестройки. После перестройки. Вот сейчас уже какой-то лес есть. Этому лесу 20 лет. Сейчас он есть, этот лес. Ну какой? Он чуть выше этого дома, в котором я сейчас сижу. Так вот, вот что творилось. Естественно, я не буду рассказывать то, что творилось на Востоке. Там отдавали территории в аренду японцам, отдавали китайцам. Но китайцы, там они больше зверем занимались, японцы просто уничтожали лес, даже снимали мох до коренных пород, то есть до камня и до песка. И снимали даже почву. То есть все это возилось в Японию. Почву! Ведь обычно, вы же, наверное, знаете, что Германия возила очень много почвы, и сейчас еще вывозит, Австрия, например, вывозит и Румыния из Украины. Самая ценная, полезная ископаемая, кстати, почва. Вот. Ну, а на Дальнем Востоке, ведь там же были уникальные реликтовые леса третичного периода, широколистина, хвойно-широколистина или кедрово-широколистина леса. Там одновременно и кедр, и сосна, и кедр манжурский там, и лианы, и виноград. Там уникальная фауна и флора. Там сразу и медведи, и тигры, и леопарды. То есть, там потрясающий животный мир, очень много копытных. Ведь это место, это же гигантский заповедник Сихота и Алини, вот этот Дальний Восток. Во что он превратился за какие-то 30 лет? За царствование Хруща и Леонида Ильича Брежнева. Там сохранилось лесов, у нас хвойно-широколиственных, по статистике. Вот было в 80-е годы, я читал, тут до перестройки 30%. Все остальное кустарник, все остальное уничтожено. Так вы, господа, за такой социализм ратуете сейчас? Вам такой социализм нужен? Если уж говорить о социализме, если уж говорить о Советском Союзе, так я вам могу сказать, что сейчас как раз, как раз сейчас, президент и строит Советский Союз. Только вы этого не понимаете и ничего не видите. Почему вы сейчас так стараетесь? Потому что клану Ротшильдов хорошо известно, чем занимается Владимир Владимирович Путин. И они понимают, что Владимир Владимирович сделает то же самое, что сделал Сталин. Вот Россия будет закрыта железным занавесом. Этот процесс уже начать. И тогда уже ничего не взять. Тут не только клан Ротшильдов озабочен, но и клан Рокфеллеров и Дюпонов. Варбург. Это команда тоже. Потому что, когда Ротшильдов потеряли власть над Советским Союзом, власть приобрел клан Рокфеллеров. И сейчас наши ресурсы текут туда. То есть не клан Ротшильдов, а к их соперникам. Так вот, в настоящее время, в настоящее время, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, план президента и его команды. Создать мощную индустрию, создать в России промышленность, которая бы превосходила, намного превосходила любую западную. Наши технологии уже сейчас превосходят. Уже сейчас наши технологии настолько мощные, что дальше некуда. Я пока знаю только о военных технологиях. Ну, наверное, вы понимаете, что в электронике, куда мы ушли, если один наш самолет смог блокировать всю электронику корабля военного мощного. Вы, наверное, знаете, как это случилось. Это, выходит, какой же прорыв у нас пошел в России. Так вот, продавать что? Продавать продукты, продукты наших заводов, наших предприятий. Вот это машины, станки, это новые технологии, которые у нас создаются, это различные изобретения, которые у нас... То есть, то же самое, о чем мечтал Сталин. Но этот процесс уже пошел. Сталин мечтал, но не получилось. Его убрали, его уже кончили тогда, когда вот к этому он подошел. Путин жив-здоров, и этот процесс уже включен. Насчет Советского Союза. Значит, что я хочу сказать? Да, конечно же, будет плановая экономика. Конечно же, будет плановая экономика. Владимир Владимирович и команда, и все, кто там наверху, прекрасно понимают, что от олигархов, от их власти можно избавиться только национализировав их предприятие. Только национализировав их предприятие. Вот сейчас в Америке и Британии бьют колокола. Открытым текстом пишут, обращаются местные демоны к нашим олигархам. Уберите Путина! Уберите его любой ценой! А может быть, даже грозятся там заморозить их активы и все, что угодно. Это уже я узнал сегодня. Сегодня мне мои друзья рассказали, что этот вот процесс начат. То есть, зачем нашему правительству иметь такой подарок, как олигархи? То есть, нужно что? Нужна что? Национализация. Значит, это что? Плановая экономика. То есть, контролируемый рынок. Значит, это мы идем к социализму. Будет только другой социализм, настоящий социализм, не тот, который нам навязали в свое время коммунисты. Это будет социализм здравого смысла. Там, где тяжелая индустрия, тяжелая промышленность, добывающая, будет государству принадлежать, и государством будет контролироваться легкая промышленность, и, как и пищевая, она может быть и частная. То есть, она будет всегда под управлением госструктур. То есть, это нормально. Это нормально. Это правильно. Так и должно быть. Вот. И насчет земли. Ну, вы что, не понимаете, что Крым был присоединен в легкую раз-два и Крым? Скоро будет Украина наша. Никуда мы не денемся, Украина постепенно придет к нам. Просто нужно время. Вот. Белоруссия, она уже с нами. Но единственное, что Ротшильды создали, это питает Белоруссию деньгами, старается в Белоруссии удержать небольшой такой локальный кусочек социализма тех времен, когда они здесь жировали на территории Советского Союза. Но Лукашенко оказался не тем человеком. Он начал свои реформы, которые уже сейчас выводят Белоруссию из-под управления Ротшильдов. То есть, получается, что Белоруссия войдет в состав новой империи совершенно другой, обновленной и совершенно другой. Вот. Ну, могу я только что сказать, что, наверное, скорее всего, Советский Союз, который сейчас строит Владимир Владимирович Путин, он будет более могущественный, более мощный, более величественный и во всех отношениях более высокий, чем был у нас в период нашего могущества советского. Вот. В тех времен, когда управляли коммунисты. Вот. Почему? Потому что, смотрите, вот сейчас Финляндия. Финляндия вся, уже финны проголосовали, собственно, весь народ проголосовал и масса в парламенте финских людей, которые прямо говорят, нам надо быть с Россией. Потому что мы вышли из России и получили две войны сразу. Плюс ко всему, у нас, когда мы были в России, у нас работало шведское право, мы прекрасно жили и никто у нас не отнимал это право и мы были членами одной огромной семьи, была у нас своя промышленность, было свое сельское хозяйство, теперь все это уничтожается. Теперь все это просто-напросто подметается метлой. Ничего там не будет, там только вот добывающее будет, вот лес там, может быть, какие-то сланцы там у них есть, какие-то руды, небольшие месторождения и все. А заводов у них уже нет. Значит, что получается? В Финляндии территория Прибалтики. Вся Прибалтика, вот простые люди, которые остались, они сейчас спят и видят себя в Советском Союзе, в новом, то есть с Россией. Они теперь уже помнели, они понимают, куда они попали, куда делись их женщины, где женщины отправились на заработки продавать свое тело, куда парни подевались, стали на подхвате работать по всей Европе и в Америке, и даже в Южную Америку уехали. То есть треть населения Эстонии, треть населения Литвы, треть населения Латвии просто покинуло свою землю. Они уехали на заработки, решили жить как все. То есть забыли свою родину. Естественно, те, кто остались, те люди знают, что такое своя родная земля и теперь понимают, куда они попали. То есть вот это обязательно будет с нами дальше. Конечно же, конечно же, мы не оставим в беде скандинавов. Да-да, я не оговорился скандинавов. Это Норвегия, Швеция, это Дания. Потому что это, как сказать, это заповедник белой расы на севере, Европы. Сейчас в Европе собираются построить новый халифат. То есть как они хотят это сделать? Они хотят, вот сейчас они заселяют мусульманами Европу. Когда мусульмане придут к власти в парламентах, придут к власти везде, во всех странах, естественно, что они сделают? Они сделают то же самое, что они всегда делали. Это уже обкатанная технология. То есть христианин платит один налог, мусульманин платит другой. Мусульманин 3%, христианин 30%. Тут заплатишь, перейдешь в ислам. Как это случилось с Византийской империей? Пример Византийской империи. Пример Орда. Пример Орда. Вот с Ордой. То же самое случилось с Ордой. Мы потеряли свой народ, который перешел в другую культуру, принял другой язык и фактически ушел из русского мира. Вот. Это Сибирская Русь, я имею ввиду. Так вот, я знаю многих политиков, которые прямо говорят, что скандинавов отдавать нельзя. И нельзя отдавать Германию. Вот немцев это родные наши братья по крови, хотя мы вечно с ними в вражде, но это свой народ. И их тоже отдавать ни в коем случае нельзя, потому что вообще культура построена России и Германии. То есть вот вся культура планеты. Там мало англичан, мало очень бельгийцев, очень мало испанцев, мало итальянцев. Прежде всего это Германия и Россия. Вот кто построил современную цивилизацию. Как можно Германию отдать? Ну ни в коем случае. То есть все это сейчас стремится к нам. И Германия тоже мечтает о том, чтобы войти в состав нашей новой империи. Без границы. Без границы. Я почему это знаю, потому что переписываюсь со многими немцами и знаю, как они там живут. Они Меркель свою терпеть не могут, и все мечты у них быть с Россией. Да что смешного, сейчас пишет на наших памятниках послевоенных Россия оккупирует нас еще раз. Это куда уж больше, куда дальше-то? Что-то мы еще раз их оккупировали. Им так хорошо там в Европе, что Россия оккупирует нас еще раз. Просят Россию немцы, простые немцы. Насчет Болгарии. Болгария тоже будет с нами, очевидно будет с нами и Югославия, где уже проголосовали, жители бывшей Югославии, даже Боснии, кроме мусульман, все проголосовали быть в составе обновленной России. Ну, а про Сербов и говорить не приходится. Вот так. Ну, насчет Юга, очевидно, в Россию войдет Казахстан. В новую Россию, в новый Советский Союз войдет Казахстан. Усилиями умницы русского патриота, я не боюсь этих слов, я и говорю, да, русский патриот, патриот России, это Назарбаев. Да, да, Назарбаев, Казахстан, но он русский патриот. Он изо всех сил старался не отделяться от России и сейчас делает все возможное, чтобы быть обратно, чтобы Казахстан пришел к России. Вот недавно устроили ему переворот именно по этой причине. Пытались вернее устроить, но этот переворот не получился. Вот таков будет будущий Советский Союз. Очевидно, отношения у нас будут хорошие традиционно с Ираном, это арийский народ, с Индией, и, конечно же, союзнические с Китаем. Скорее всего, будут хорошие отношения и с Японией. Вот примерно такой расклад. Собственно, я за Советский Союз, я именно за будущее наше, но не за тот, который предлагают нам сейчас Ротшильды, и не за тот, за который сейчас ратует огромная масса людей, не понимая, куда они пошли и что они хотят. Так что, вот, спасибо за внимание. Я все, что мог, я вам постарался сейчас изложить.